Квоты на платное обучение в медицинских вузах могут ввести в Казахстане. Такую возможность рассматривают в Министерстве здравоохранения. В ведомстве считают, что избыточный набор студентов снизил качество подготовки медиков. Приведут ли эти меры к еще большему дефициту кадров в здравоохранении, узнавала Екатерина Белоусова. В Минздраве признали проблему с качеством подготовки врачей. Там решили провести промежуточную независимую экзаменацию студентов. Оценку знаний пройдут не только выпускники, но и студенты, переходящие с третьего на четвертый курс. Сделать такой анализ, какие дисциплины они не усваивают, какие предметы они не усваивают. То есть для того, чтобы принять правленческое решение, для того, чтобы помочь откорректировать. Профессорско-преподавательский состав также ждет аттестация. Последнюю независимую оценку проводили еще в 2017 году. Важно понять, кто сегодня преподает в медвузах, оценить их уровень и выяснить, почему идет отток кадров. Из-за набора чрезмерного числа платников ухудшилась инфраструктура и качество обучения, говорят в Минздраве. Доступ должен быть к пациенту, к реальному. Они же должны все время быть в практике. Мы говорим об этом. И нас не устраивает, когда большая толпа студентов ходит по больницам или сидит в аудиторию. Сегодня в восьми медвузах страны обучается более 38 тысяч студентов. Из них более 20 тысяч на платной основе. В обществе сложилось мнение, что платное обучение – это не всегда хорошо. Но это в корне неправильно, отмечают эксперты. Даже если он не набрал балл, кто сказал, что у нас система национального тестирования настолько релевантна, чтобы просто тестирование, раскрыть будущие способности человека или его соответственно этой профессии. Академическая свобода вузов дала положительный результат. Дефицит кадров в медицине сократился, но и пробелов появилось немало. В погоне за большими подъемными, которые иногда достигают 10 миллионов тенге, в медицину многие рвутся ради выгоды. Теперь Минздрав намерен вернуть упущенный контроль в этой сфере. Программа медицинского образования будет формироваться в перспективе на 10 лет с учетом реальных потребностей системы здравоохранения. Екатерина Блаусова, Анатолий Бледных, Информбюро.